Нужно справедливости ради отметить, что слово китайская угроза здесь никто вроде как из докладчиков не произносил. А уж если это слово сочетание всплыло, наверное нужно сказать так. Угрозу представляют не китайцы, и не успейки, и не таджики, а то, что с этими людьми происходит внутри страны. Вот Усман очень правильно отметил, что из очень дружественного народа успехского теперь мы очень интенсами, ну не мы здесь присутствующие, а те люди, которых мы якобы избрали в правительство и в парламент, очень активно делают врагов. Ну если за минувшие несколько лет удалось посеять достаточно серьезное враждебное настроение к России среди успехов, то есть среди людей, которые жили в составе российского государства многие десятилетия, столетия даже, которые в принципе, ну я не буду говорить наверное за молодежь, но вот люди среднего и старшего возраста, все прекрасно понимают по-русски, говорят по-русски, и собственно говоря, ну в общем не испытывают никаких проблем с взаимопониманием. То сейчас мы видим рост миграции людей из Китая. Да, когда-то мы тоже с Китаем были очень дружны, но эта дружба давным-давно кончилась. Это люди культурно более далекие от россиян, нежели узбеки и таджики. И если отношение к ним будет точно такое же, то они превратятся во враждебное сообщество значительно быстрее, чем узбеки, таджики, туркмены, киргизы и прочие граждане бывших республик Советского Союза. Вот что является угрозой. Угрозой является и то, что эти люди делают. Если бы эти люди были задействованы на каких-то высокотехнологичных производствах, Китай крупнейший в мире экспортер электроники. Китайцы, приезжающие в Россию, что электронику сюда выпускать едут? Что на Дальнем Востоке открылись совместно российские и китайские предприятия по производству мобильных телефонов, телевизоров? Что-то я не слышал этого. Едут опять-таки люди, которым, видимо, у себя на родине не нашлось места на вот этих вот электронных высокотехнологичных производствах. То есть опять повторяется сказка про белого бычка. Мало того, что эти люди уже совершенно не владеют, скорее всего, русским языком, мало того, что они культурно дальше гораздо, чем граждане стран Средней Азии, они здесь еще работают, видимо, на самых низкоквалифицированных местах. А это всегда, вот эта сообщество самое взрывоопасное. Теперь по поводу, еще несколько слов по поводу международных контактов. Ну, поскольку я представляю партию Яблоко, я могу сказать, что наша партия является активным участником, по крайней мере, двух международных организаций. Это Либеральный интернационал и Европейская партия либералов и демократов. Среди членов вот этой Европейской партии, Алде, очень много депутатов Европарламента. Мы с ними активно общаемся, и наши представители ездят в Европу, и европейцы приезжают к нам. И, безусловно, почти на каждой встрече обсуждается в том числе и вопрос и ксенофобии, и национализма, и так далее, и так далее. Поэтому информация напрямую, она доходит через представителей Алде и до депутатов Европарламента в том числе. Ну, то есть они о нашей ситуации, о том, что здесь происходит в России, знают. Многое ли они могут сделать? Ну, что-то могут. Но рассчитывать на них как на панацею, что вот Европа нам поможет и у нас все станет хорошо, я бы все-таки не стал. Я думаю, что нам нужно самим несколько постараться для того, чтобы у нас все было хорошо. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Когда я сказала, какую часть Китае в Дальнем Востоке мы хотим отдать, готовы отдать Китае ради Крыма, я имею в виду в первую очередь вот такие факты. Дело в том, что сейчас уже есть такие факты, когда доли в прибыльных месторождениях, это Роснефть продает Китаю буквально в 10 раз ниже себестоимости, понимаете? Потому что им нужны деньги, они же все в долгах, надо отдавать. Вот такая вот ситуация.